В прошлое воскресенье мы с вами читали о первом из некоторых передаваемых качеств Бога, то есть те качества, которыми Бог желает нас наделить. И это было качество Бога святость. Я уверен, что даже вот те ребята, которые от меня слева сидят возле окошка, если я их спрошу, что такое святость, в каком смысле Бог свят? Ну, я уверен, что, хотя они сейчас молчат, они точно знают ответ, что у Бога нет никакого греха. В этом смысле Бог свят. Конечно же, причем вот настолько эта чистота Божья, она неописуема, непередаваема, вот насколько вообще это возможно, ни одного греха, вообще ничего, даже какого-то намека на грех у Бога нет. Абсолютная чистота, абсолютная безгрешность присуща Богу. Конечно же, Бог хочет, чтобы мы с вами удалялись от греха. Мы ни в коем случае не можем быть святыми настолько, насколько свят Бог. Бог абсолютно безгрешный. Ни один человек. Единственный, кто был безгрешным из людей, это Иисус Христос, но Он одновременно и Бог, и человек. Мы с вами должны удаляться от греха. Мы должны с вами отделяться от греха. Говорить греху похотям нет и избирать святость и праведность Божью. Во-вторых, в каком смысле Бог свят, Он отделен от всего творения остального. Он не такой, как все. Он превыше всех. О чем это говорит нам с вами? Как в этом смысле мы можем быть святыми? Мы, конечно, тоже должны отделяться от похоти и грехов этого мира. Это вполне возможно значит, что мы не будем говорить тех слов, которые говорят в этом мире. Я имею в виду, конечно, слова плохие. Это значит, что мы, возможно, не будем носить такую же одежду, как носят люди в этом мире. Я не имею в виду, что верующим надо одеваться что-то как-то вот серенько, как вот еще люди говорят такое слово, убого одеваться. Не в этом плане, а в том, что эта одежда не будет вести другого человека ко греху. Или то, что мы с вами одеваем, то, как мы себя ведем, себя, так как, возможно, чем-то украшают некоторые себя люди, чтобы это не вызывало какого-то отрицательного чувства или действия со стороны других людей. И, наконец, для нас с вами святость Божья и наше с вами стремление к святости означает, что мы с вами посвящаем себя. Тот же самый корень свят, посвящаем себя на служение Богу всю свою жизнь. Один человек сказал, что я хочу служить Богу всем, кем я есть, то есть каким создал меня Бог, и всем, что у меня есть, то есть всем тем, что Бог мне дал. И вот в этом смысле удаление от греха – это стремление наше к святости, в смысле наше посвящение своей жизни, себя, на то, чтобы ходить свято перед Богом, на то, чтобы служить Ему. Второе качество, о котором мы с вами будем говорить, оно выражается такими словами – праведность и справедливость Божья. Это тоже передаваемое качество, Бог желает, чтобы мы с вами были праведными и справедливыми. Но что это значит относительно Бога? Праведность Бога – это отношение к Его святости, то есть, опять же, Бог всегда поступает правильно. Справедливость относится ко греху. Бог по справедливости должен дать возместие за грех грешнику и праведному человеку – воздаяние за его праведные дела, за его праведную жизнь. Вот такой Бог. И что это значит? Это значит, что Бог всегда поступает правильно и Сам является совершенным эталоном справедливости. Вот так богословы описывают эти качества. Бог всегда поступает правильно. Книга «Второзаконие», 32 глава, 4 стих. Сказано так, «Он твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен». Как мы видим с вами здесь, говорится о том, что в Нем нет неправды, о Божьей верности, о том, что совершенны дела Его. Итак, Бог праведен, Он всегда поступает правильно. И, во-вторых, Он, как справедливый Бог, Сам является совершенным эталоном справедливости. И здесь вот у нас, у людей, часто бывает проблема. Потому что, вот как было прочитано, Бог является эталоном справедливости. Не мы с вами. А вот люди бывают, говорят о том, что Бог к ним несправедлив. Вот Бог ошибается в их жизни. Вот надо было так со мной поступить. Или это обычно говорят люди, когда считают, что Бог им чего-то в жизни не додал. Вот у меня нет этого, поэтому Бог ко мне несправедлив. Или наоборот, у меня есть такая проблема, а у других людей ее нет. И хуже того, у неправедных людей, кажется, получается в жизни лучше, успешнее, чем у меня. Человека, который вроде бы за справедливость борется. У нас много, и в нашей стране есть борцов за справедливость, только она у всех разная. И вот так человек подходит к Богу со собственными мерками справедливости, собственными эталонами. И вот в этом свете человеческих представлений о праведности и справедливости Бог оказывается несправедливым. А этот человек оказывается праведным и справедливым. Ну, в своих глазах, понятное дело. Тут полностью да наоборот. Бог является главным критерием и праведности, и справедливости. И еще, что очень просто нужно заметить, мы с вами, люди, оцениваем, что правильно, что неправильно, имея просто свой жизненный опыт и какие-то свои знания, которые, опять же, нужно заметить, очень и очень и очень, опять еще раз повторю, очень ограничены. Мы очень мало с вами знаем. Однажды мне пришлось читать исследование, которое показывало, что люди знают всего лишь 1%, мы потом уже говорили 2% из всех возможных знаний. Я не знаю, как оценивали эти ученые, философы, вообще весь объем знаний, которые можно иметь, но согласитесь, выводы их даже при этом объеме неутешительны. Всего лишь 1-2% из всего, что можно вообще знать. Ну и вот на основании этого 1% люди пытаются делать утверждение о том, что Бог не прав, ну или надо было с ними Богу поступить по-другому. Конечно, мы понимаем, что мы очень мало знаем. Бог намного знает лучше, как и правильно поступить. И всегда Бог поступает правильно. Не может быть. Ну, отвечая на заявление людей, что Бог ко мне несправедлив, и вот человек вроде бы заработал своей жизнью, своими словами, делами, поступками, что-то большее. Давайте подумаем, что на самом деле справедливый Бог должен был бы дать мне и вам. Бог об этом тоже говорит. Послание к римлянам, 3 глава, 23 стих, тут написано так. «Все согрешили и лишены славы Божьей». Или по другому переводу «не дотягивают до славы Божьей». То есть, поскольку каждый человек грешник, то это означает, что мы ни в коем случае не можем дотянуть до стандартов Божьей праведности и святости. И что еще человек заработал у Бога? Римлянам, 6 глава, 23 стих. «Ибо возмездие за грех – смерть». И интересно заметить, что слово «возмездие» здесь – это то же самое слово, которое мы с вами используем в отношениях с нашими работодателями или там, где мы работаем. Это слово «зарплата», которое мы с вами очень любим. Мы очень любим, чтобы платили зарплату и побольше. То есть, то, что мы заработали – это наша заработная плата. Плата за то, что мы заработали. И вот в этом стихе «зарплата» или же «возмездие» – то, что мы с вами заработали за наш грех. Это за грех зарплата. «Возмездие за грех – смерть». И речь идет не просто о физической смерти на самом деле, а о духовной смерти, о второй, которая действительно реальна. И это Божье наказание, Божий суд. Это уже вечное разделение с Богом. Вот это мы действительно с вами заработали. И как один человек сказал, что мы на самом деле заработали у Бога, что Бог бы должен был нам дать – это озеро огненное, горящее огнем и серое. Об этом говорит Библия. Последняя книга «Откровения», в частности, говорит о том, что это наказание, это участь, которая ждет грешников. Но вот Бог дает нам особенное, особую милость. Конец 23 стиха, который мы с вами уже начали читать, другой. «Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе и Иисусе Господе нашим». Бог вот по своей любви, по своей милости, о которых мы будем говорить с вами позже, решил этот вопрос. Как сделать так, чтобы Божья справедливость восторжествовала? Ведь Бог же действительно должен наказать грех, иначе он действительно не будет справедливым. И Бог его накажет. Но Бог хочет проявить к нам с вами милость, и поэтому Он посылает Иисуса Христа на страдания и на смерть за наши грехи. Почему Бог нам может дать дар – жизнь вечную во Христе? Первое послание Петра, 3 глава, стих 18. «Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Был умерщен по плоти, но ожил духом». Итак, потому что Христос пошел на страдания и на смерть, и во Христе Бог наказал весь грех. Мы говорим о том, что Христос понес на Себе грехи всего человечества. Мои грехи, ваши грехи. И вот грехи человечества, снова повторюсь, мои и ваши грехи, каждого человека, были наказаны в Иисусе Христе. Уже эта справедливость Божья наказала грех во Христе. Теперь нам с вами предоставляется выбор. Либо действительно нести наказание за свои грехи, которые мы честно заработали, либо попросить у Бога прощения за свои грехи и принять Божью праведность. Вот этот обмен, о котором я говорил в прошлый раз, что мы отдаем Богу свои грехи, Бог дарует нам свою святость, свою праведность, Христову праведность. Конечно же, это не наши заслуги. Это наша просьба о том, чтобы Бог простил, о том, чтобы Бог помиловал, чтобы Бог даровал жизнь вечную во Христе Иисусе. И я думаю, все хотят быть не наказанными, но иметь жизнь вечную со Христом. Но это должно быть нашим с вами решением. Бог действительно справедлив полностью. Бог всегда поступает правильно. И, конечно же, Бог желает, чтобы и мы были с вами справедливы, потому что вот у людей есть такая тенденция. Одних вот людей я как-то к ним больше расположен, ну по разным причинам. Может быть, это мой знакомый хороший, или кто-то из моих родственников, я вот с ним поступлю так. А этот человек, ну мне он как-то не очень в моих глазах, поэтому я ему по всей строгости закона всыплю. Будет ему так вот. По справедливости с ним поступлю. Бог желает, чтобы мы с вами поступали по справедливости, в смысле были нелицеприятны, но всегда милость, она торжествует над судом, так говорит Священное Писание. Нам, конечно же, нужно поступать праведно, то есть правильно поступать. И часто мы с вами задумываемся, а как вот мне поступить в этой ситуации правильно? Вот как сделать так, чтобы сделать правильный, а не неправильный выбор? Поскольку, как мы уже говорили, Бог является совершенным эталоном праведности, то ответ в Слове Божьем, в том, что Бог уже нам написал. То есть, чтобы поступать в жизни правильно, праведно, нам нужно с вами вникать в Слово Божье и поступать так, как говорит Господь. Тогда мы тоже будем идти этим путем праведности, путем справедливости. Еще одно качество, о котором я сегодня хотел бы поговорить вместе с вами, связанное с праведностью, справедливостью и с тем, как Бог применяет эти качества, это долготерпение. Бог действительно терпит. И вот эта приставка «Бог долго терпит». Кого терпит Бог? Бог не терпит ангелов. Богу не нужно терпеть различных животных. Богу приходится терпеть людей. Приходится терпеть меня и вас. Удивительно. Вот только людей приходится Богу терпеть, причем долго терпеть. Долготерпение Божье проявляется в том, что Бог ждет, пока человек соизволит прийти к Нему с покаяния. И много так бывает. Людей призывают, говорят, что вот Бог ожидает вас, Бог хочет спасти вас, Бог свою любовь проявил к вам в Иисусе Христе, в Его жертве. Примите Божью любовь, придите к Нему, попросите прощения за свои грехи. А человек откладывает это. Ну вот есть, ну не знаю, это уже как поговорка, что ли, ну вот сейчас я не могу, сейчас я учусь. Чуть попозже, там вот закончу я учебу, потом с работой, потом с семьей, у меня сильно много времени на семью, на детей и так далее, и так далее. Ну вот я выйду на пенсию, тогда я приду к Богу, тогда я покаюсь. Ну и дальше. А потом уже у человека не остается времени какого-нибудь. Говорит, вот этот самообман. И вот человек таким образом заставляет Бога еще терпеть, его терпеть вот эти грехи, пока человек покается. Действительно, когда об этом размышляешь, что Бог терпит человека вот десятки лет, один десяток, два, три, десять, простите, восемь десятков лет, кого-то может быть и десять десятков, Бог ожидает, пока он придет к Нему. Пока человек пожелает это сделать. Но и дальше мы с вами верующие люди. Тоже действительно, ну, по мне это ужасная, это страшная мысль, что Богу приходится терпеть сегодня и меня. Несмотря на то, что я уже обратился к Богу с покаянием, уже пришел к Нему, но Богу приходится еще терпеть характер мой. Вот такие, как мы говорим о себе, ну, наши недостатки. Мы не говорим, что это грех, мы не любим называть наши недостатки грехом, но мы говорим, это черта характера. У кого-то это может быть такая вспыльчивость, вот человек вот сгорается, как спичка, и от него такой взрыв, что тем, кто рядом находится, мало не покажется. И вот, ну, это просто моя черта характера такая. Ну, вот принимайте меня таким, как есть. Другие люди имеют что-то другое. Обидчивость кто-то имеет. Много разных. У нас с вами есть таких вот, так сказать, черт характера, недостатков. Ну, а на самом-то деле Библия более серьезно говорит об этом. И вот Богу приходится терпеть, пока его любимое дитя, сын или дочь, не захочет расстаться с вот этими чертами характера, изменить себя, поработать над собою. Не над другими людьми поработать, а над собою поработать нужно. Конечно, это все непросто. Конечно, здесь неоднократная молитва к Богу, чтобы Бог помог оставить вот эти грехи, чтобы действительно наш Отец Небесный уже не был бы вынужден долготерпеть наши с вами недостатки. О долготерпении Божьем, о причинах этого долготерпения сказано во 2-м послании Петра, 3-я глава. 2-я Петра, 3-я глава, 9-го стиха. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медление, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». О каком обетовании здесь идет речь? О том, что Бог послает Христа второй раз в этот мир и в этот раз уже будут наказаны все грешники. Многие люди ожидают, что Бог по своей справедливости должен наказать грех, и возмущается, почему Бог не накажет всех грешников, делающих злое. Но о чем человеку нужно задуматься, что если Бог будет наказывать всех грешников, то по справедливости и должен будет наказать человека, который это говорит, вот его, самого грешника. Почему-то нам с вами хочется, чтобы Бог наказал всех грешников, кроме меня одного, а остальных пусть Бог наказал. И должен же Бог наказать. Почему Бог не наказывает? Ну где же справедливость? Здесь сказано, почему. Это обетование придет однажды, оно будет исполнено. Бог накажет и весь грех, и все зло, и всех делающих злое, и всех грешников. Но вот что нам здесь с вами? Какое здесь наше отношение должно быть? Бог долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Это то, о чем я уже говорил. Десятый стих. «Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. И если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия?» Четырнадцатый стих. «Итак, возлюбленные, ожидая этого, постарайтесь явиться перед ним неоскверненными и непорочными в мире». Пятнадцатый стих. «И долготерпение Господа нашего, почитайте спасением». То, что Бог на время откладывает суд свой над грехами человечества, над моими и вашими грехами, означает, что Бог просто по милости дает нам еще время, еще возможность. Но это время упустить нельзя. И это призыв и для людей, которые еще не приняли Христа как Спасителя, не попросили прощения за свои грехи, так и это призыв для нас с вами верующих. Сегодня, пока Бог дает время работать над своими недостатками, возможно, грехами, чтобы очиститься от этого, чтобы постараться, когда мы встретимся с Богом, чтобы предстать перед Ним в достойном виде. И, наконец, Божье терпение и долготерпение означает, что и мы с вами должны быть долготерпеливы. И снова, кого нам с вами и что нам с вами приходится терпеть? Конечно же, терпеть нам приходится обстоятельства далеко не радостные. Если у нас все хорошо в жизни, если все прекрасно, то что тут терпеть? Конечно, наслаждаться надо. Но когда какие-то трудные обстоятельства, какая-то болезнь, самые разнообразные ситуации бывают, неприятные, страшные, вот это приходится терпеть, особенно когда бывает достаточно долго. В книге Откровения есть такой стих, который говорит о том, что чтобы выстоять, вот потребуется терпение и праведность святых. Чтобы победить грех, чтобы выстоять в любой ситуации, нужно проявить терпение и постараться при этом поступить правильно, то есть быть праведными в глазах перед Богом. приходится терпеть каких-то людей, которые опять же причиняют нам что-то очень неприятное, боль причиняют. Да, нам приходится терпеть. Достаточно много таких людей вокруг нас с вами. Но Бог долго терпит нас. И по Его примеру нам тоже нужно проявлять это особое Божье качество, долготерпение. Итак, сегодня мы с вами говорили о том, что Бог праведен и справедлив, и что Бог проявляет долготерпение к нам с вами, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли в покаяние и дальше жили вот этой святой и праведной жизнью. Аминь. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...